Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, все те, кто случайно попал на мой канал. Я никогда не думала, что буду разговаривать с вами на эту тему, но я думаю, мне стоит поделиться с вами тем опытом, который я приобрела месяц назад. Вот я уже как месяц вышла из больницы, болела я ковидом тяжелой формой, тест показал положительный результат, я позвонила доктору, доктор сказал, приходите в поликлинику для того, чтобы выписать больничный. Я говорю, ну может быть не надо в поликлинику идти, потому что все-таки ковид и уже положительный результат есть. Нет, приходите, иначе я вам не выпишу больничный. Я говорю, ну а как же те люди, которые в поликлинике приходят, они же здоровы, мы же можем заразить их. Нет, нет, приходите. Ну вот, пришла я к врачу, естественно, вся закрытая в маску, иначе никак. Доктор открыл окно у себя в кабинете, взял этот тест, на основании этого теста выписал больничный онлайн. Хорошо. Отправил домой со словами, лечите ваше горло. Раз у вас горло дерет, значит у вас все в горле, лечите горло. Вот я три дня полоскала, постоянно брызгала, капала чем-то там, сосала сосульки, таблетки. Но все, что я не делала, к сожалению, к нормальному результату не привело. Улучшений не было. На пятый день мне резко стало плохо, просто резко. Когда по стеночке ползешь, то ты понимаешь, что это уже какой-то край. Естественно, я понимала, что своему семейному врачу звание бесполезно. Потому как молодой специалист очень... Ну знаете, когда он говорит, идите домой, капайте горло, полощите и проветривайте помещение. Да, это вещи все, которые мы знаем, собственно говоря. Но когда не назначено какого-то определенного лечения, когда человек не говорит, вот смотрите, если у вас болит это, то вам лучше всего вот это принять. Если у вас поднимется температура, то принимайте вот это, потому что при данном заболевании это самое действенное средство. То есть, когда нету нормальной консультации врача, то ты понимаешь, что этот врач тебе, собственно говоря, и не поможет. Я позвонила знакомому доктору, который мне сказал, что если поднимается температура, принимайте мифенаминовую кислоту, потому что именно она лучше всего сбивает при ковиде. Понимаете? Для меня эта информация была очень важная. Мифенаминовая кислота у меня была дома. Вот. И при высокой температуре я ее принимала. Но мне этой таблетки хватало часа, наверное, на два. Потом картина опять повторялась, и температура опять поднималась высокой. То есть в течение дня, ну извините меня, пять раз пить мифенаминовую кислоту, это очень вредно даже и для желудка. Короче, вот пятый день попал как раз, пятый день моей болезни попал на пятницу. На пятницу. Суббота, воскресенье, я была дома никакая. В понедельник я поехала к знакомому доктору. И вот знакомый доктор сделал мне анализы крови. Пронаблюдала за мной в течение нескольких часов, как резко у меня поднимается температура. То есть хочу ли я есть, не хочу ли я есть. Человек за мной наблюдал в течение нескольких часов. И когда утром я приехала в восемь утра, доктор меня послушала, это было одно, то, что она услышала. Но это она мне уже потом рассказала. Через час она послушала. Уже была картина хуже. Когда мне сделали рентген и послушали в третий раз через три часа после моего пребывания в клинике, а картина еще более ухудшилась. То есть мое состояние здоровья просто на глазах ухудшалось у доктора. И тогда было принято решение меня госпитализировать, при том очень срочно, потому что очень плохо я чувствовала себя. Силы меня покидали просто поминутно. Меня уложили в больницу. Дорогие друзья, не пугайтесь, что я в таком виде. Но веду я эту видеозапись из больницы ковидного отделения. Болею я девятый или десятый день. В больнице нахожусь второй. У меня сейчас очень какой-то такой сложный период. Сегодня намного хуже, чем вчера. Все время температура высокая. Пытаются ее как-то... Ну, какое-то время падает, а потом она опять подскакивает. Жуткие головные боли. Печет голова. Такое впечатление, что взорвутся все внутри мозги все. Почему пишу про это видео? Потому что мне, наблюдая за моим состоянием со вчерашнего дня, врачи предложили поставить капельницу, которую мы получили от Америки бесплатно. Сейчас я вам название это скажу. Я думаю, в интернете можно прочитать про это лекарство. Я уже почитала, проконсультировалась с докторами. Хотя в интернете еще много интересного написано. Например, что после этого может быть еще большее повышение температуры, ухудшение состояния. Некоторые пишут, что хорошо переносится препарат, и потом человек идет на улучшение. Хотя там написано, что могут быть летальные исходы, но я разговаривала с доктором, он говорит, что нет, такого не было. Поэтому я принимала очень долго решение колоться или, ну то есть делать эту капельницу или не делать. Вся моя семья, все мои дети, они, конечно, хотят, чтобы мама выжила, потому что даже не без мамы. Я тоже хочу выжить, и очень надеюсь, что капельница мне это поможет. Я со всеми, с кем могла, посоветовалась. Большинство сказали да. Поэтому я, наверное, пойду на этот эксперимент. И дай Бог мне завтра станет крепче. Но я не буду говорить, есть ли вдруг что, потому что не хочется верить в лучшее, хочется верить в лучшее. Надеюсь, я еще выйду в эфир и расскажу вам о больнице, об этих условиях, как здесь лечат и в каких условиях содержатся больные. Пока мести я не могла этого сделать, потому что совершенно не было сил. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Если можете, помолитесь. Спасибо. Ну вот, мои дорогие, колят мне как раз тот волшебный препарат, о котором я вчера вечером вам рассказывала. Пока нормально себя чувствую, хочу вам показать номер, то есть палату, в которой я нахожусь. Это палата на двоих человек. Вчера барышня выписалась, вот левая коечка, поэтому я переехала сюда на правую, потому что здесь кнопка вызова медсестры есть. Поскольку мне вчера было очень плохо, то я и утром было плохо, то я пользовалась этой кнопкой. Вот поставили мне такой аппарат. Дышу кислородом. Это считается очень хорошая палата. У нее селят только по блату. Видите, чайник, микроволновка, холодильник. Немножко покушенный умывальник, как вы видите, но... Извините меня, в других палатах по шесть человек лежат. А тут все-таки... А тут все-таки свой туалет. Они тут общие, в которые ходят все. Ну, вот такие условия. Ну, вот. Двенадцатый день я болею. Сегодня меня возили на рентген. посмотреть, как он дела. Потом еще скажут. Ну, мне, конечно, слава богу, легче в том плане, что температура не шкварит. Боли такой не было, как раньше. Но, конечно, сатурация пониженная. Тут вот у меня стоит такая бандура. Вот такая масочка. Я включаю и ложусь на живот и дышу этой штукой. очень надеюсь, что из больницы я выйду. А не так, как мой друг, который сегодня умер. Я с утра очень расстроилась. Вчера с ним еще разговаривала. Вечером мы общались. Он мне вчера сказал, что я молодая. Я должна выкрутиться, выдержать это все. Но я не знала, что я говорю с ним в последний раз. Сегодня плакала, конечно. Очень грустно. Когда уходят замечательные люди. Партнеры по сцене. Люди, которых ты любишь. Это больно. Очень надеюсь, что меня это участь меняет, что я выйду отсюда из больницы и буду продолжать жить. Вера в Бога помогает. Спасибо. Добрый вечер. У нас сюрпризы в больнице. Я не знаю, как такое вообще возможно, но отключили батареи. Вот я собираюсь спать. Спасибо ребенку, что принесли мне кучу одежды. Вон такую синтаконовую жилетку. Две кофты меховые. потому что на самом деле очень холодно. Ночью себя не можешь контролировать. Боюсь замерзнуть. Удела шапку даже. При воспаление легких. При воспалении легких. Ночью не хочется перемерзнуть. Очень надеюсь, что переживу эту ночь. Пожелайте мне удачи. Ну что ж, ночь без отопления. Вот моя жилетка, в которой я ложилась спать. Я в ней поспала два часа. Она вся мокрая насквозь, что я пропотела. Слава Богу, у меня кофта теплая на меху. Я ее сейчас одела. И переоделась. Чай выпила. Сейчас буду пытаться второй раз уснуть. Но через два часа, наверное, придется опять менять одежду. Но уже на третий раз мне не будет одежды. что она просто не сохнет. Это ужас. Добрый вечер, друзья. Я в больнице нахожусь уже неделю. Третий день. Я без отопления в номере. Ну, в номере, в своей комнате. Но вот мне муж привез ветродуй, который меня, собственно говоря, спасает. Вот если я, ну, допустим, мокрые вещи, то я их просто перед сушечкой вешаю. Они у меня сохнут. А раньше я пользовалась батареей. Сегодня утром пришел понедельник. Сегодня утром пришел мастер, сантехник. Потрогал батареи. Вон она, эта батарея единственная. Потрогал, сказал, что подается отопление сверху на чердаке. И он пойдет разбираться. Но пошел разбираться. К сожалению, так он и не разобрался за целый день. Может быть, там воздух попал. В конце концов, мне не холодно. Я каждый день занимаюсь зарядкой по несколько раз в день дыхательными упражнениями Стрельниковой. Мне посоветовала это моя доктор. Я очень активно работаю над собой, потому что хочу выйти из больницы. Сегодня мне сообщили, что у меня 20% поражений легких, поэтому работа предстоит серьезная по восстановлению здоровья. Хочу вам рассказать об этом замечательном аппарате. Это аппарат, который помогает людям выживать, дышать. Никогда не думала, что мне придется в этом всем разобраться. Вот смотрите, здесь налита вода. Когда аппарат включается, подается кислород. И он как-то там через эти через воду как-то он видно не знаю даже как, может быть, распыляется лучше или как-то распространяется. Вот здесь такое находится колесико. И тут, видите, деление. Такой вот черный шарик. Вот я сейчас включу. Видите, вот он заработал, этот аппарат. И тут, вот видите, есть колесико. Вот у меня, когда мне начинала я дышать, мне начинали на четверке. Потом опустили до двоечки. Дышала я потом уже на двоечке. Потому что сказал доктор, что вот такая маска одевается на лицо и подается кислород. Вот. Я пока выключу. Вот эти аппараты стоят по палатам. их ну я насчитала наверное штук 10 на отделение самым тяжелым больным, которым необходим кислород. Выдают эти аппараты на время это. Они пользуются этим. Дышат кислородом. Дышать надо, обязательно лежать надо только на животе. Оказывается легкие наполняются кислородом только тогда, когда человек лежит на животе. сегодня меня выписывают и я надеюсь больше никогда мне не пригодится вот этот вот агрегат. Верю, с этой болезнью я справилась и в 22 год войдут полная сил и энергии. Я благодарна моим детям, которые настаивали на том, чтобы я рискнула ради того, чтобы выжить. Я рискнула. Я выжила. молилась Богу. Конечно, меня наверное в эти дни к Богу очень не приблизило, потому что без Него никак, без веры, без надежды очень сложно выскочить из этой ситуации. Я просто хочу вам сказать, что болезнь настолько коварная, когда уже ты думаешь, что ты выкарабкиваешься, вдруг резко становится хуже. Только выписываясь из больницы, моя доктор призналась мне, что у меня было не 20% поражения легких, а 50%. или почти 50%. Ну, как вы понимаете, это очень большой участок поражения легких. И вот в беседах с доктором я пыталась разобраться, но почему же так происходит? Вот если я считаю, что у меня хороший иммунитет, я больше 10 лет вообще не болела ничем. Ну, может быть, там что-то легкое, то, что проходило за один день, какой-нибудь насморк, понимаете? И тут вдруг настолько активное вгрызание этого, этой болезни, этой бациллы, гадости в мой организм. Почему так произошло? Оказывается, это вообще болезнь парадоксов. И наши врачи, они для себя тоже сейчас узнают очень много нового и меняют вообще свои принципы лечения болезней, которые раньше они применяли. То, что вот, например, да, например, у меня сильный иммунитет. Чем сильнее иммунитет у человека, тем сильнее ковид вгрызается в этого человека. Вы понимаете, какой парадокс? Чем слабее иммунитет, тем слабее вгрызается ковид. Это то, что я поняла. Почему я сделала такой вывод из наших бесед с доктором? Объясню вам. потому, потому что мне кололи гормон диксаметазон. Когда я почитала в интернете, для чего он, то я первым делом спросила у доктора, а почему вы мне колете диксаметазон, если он угнетает иммунитет человека? На что мне было отвечено, что если мы вам не будем колоть, то ваш иммунитет будет сильнее бороться, а болячка будет сильнее бороться с вами. Понимаете? И начинается так называемый шторм. Вот если вы почитаете внимательно даже какие-то отзывы врачей, то там вот этот шторм, я никак не могла понять, в чем это заключается, как он образуется, этот шторм. И только после беседы со своим лечащим врачом в больнице я наконец, мне кажется, поняла правильно, чем сильнее иммунитет, тем сильнее болячка в вас входит. Поэтому колят дексаметазон, чтобы уменьшить ваш иммунитет и тем самым болезнь тоже начинает угасать вместе с этим иммунитетом. Иммунитет падает и болезнь падает, идет на спад. Вот такие парадоксы. В данном случае была удивлена, что антибиотиками это воспаление легких от ковида не лечится. Тогда я спросила у доктора, а чем же лечить? чем же вы меня лечите, чтобы я выздоровела? Доктор на меня посмотрела и сказала, я понимаю ваш вопрос, потому что для них это тоже неожиданно. И они применяют этот метод лечения только года полтора с появлением пандемии. И тоже не сразу они понимали, что антибиотики не надо применять. они лечат, оказывается, сейчас воспаление легких разжижающими лекарствами. Ковидное воспаление легких, оно вот эти маленькие авиолы, которые в легких находятся, такие пупырышки, бульки, бульки, из которых легкое состоит. Эти бульки склеиваются, склеиваются, понимаете, вот складываются так, вот так складываются, складываются, вот с с верхней и вниз-вниз-вниз, складываются, складываются, складываются. И у кого вот они доскладываются до конца, тот и улетает. Кого успевают поймать, те должны восстановить вот эти авиолы, вот эти маленькие шарики. Должны восстановить. Но как их восстановить? Когда оно приклеивается, то получается спайка. И когда мы получаем разжижающие препараты, эта спайка рассасывается и восстанавливается этот маленький шарик. Потом следующее. Я почему так наглядно вам это всё рассказываю? Ну вот как я себе это представляю, так я вам и рассказываю. Потому что настолько много вопросов и неожиданных каких-то вещей есть в этой болезни, в этой присутствует. Что люди от того, что не понимают, что с ними происходит, от того, что они не знают, как их лечат, чем их лечат, почему их так лечат. Они очень боятся. И вы сами понимаете, от страха происходят и психологические травмы, а отсюда и физические. Поэтому мне бы хотелось вам так всё подробно рассказать, чтобы, если вдруг вы заболеете, чтобы вы понимали, почему именно так вас лечат, что происходит с вами. А вот после этой чудодейственной экспериментальной капельницы ещё день у меня температура держалась, но она уже была другая. Это было уже не 39 и 2, это уже было где-то до 38. Ещё один день был такой. Но я уже поняла, что успели мы поймать эту гадость за хвост. Остановили мы вовремя эту болезнь. Хотя это, наверное, был последний десятый день, когда можно было её остановить. Потому что это лекарство, его можно применять, начиная с пятого по десятый день. После десятого дня оно уже не действует. Так вот у меня как раз был десятый день, последний день, когда можно было ещё поймать эту болячку. Выписали меня из больницы с рекомендациями быть ещё на больничном неделе 2. Эти рекомендации были все написаны в моей выписке. Там было указано, что у меня был вошклип и рэбих хворобы. Но я очень благодарна лечащему врачу Светлане Владимировне за то, что я не оказалась в реанимации. Потому что я понимала, что если бы я оказалась в реанимации, если бы мне не укололи эту волшебную капельницу, то из реанимации я бы уже не вышла. Рекомендации были указаны моему лечащему врачу, семейному доктору. Расписано лечение на месяц. Кстати, я ещё продолжаю пить таблетки, витамины, разжижающую кровь тоже продолжаю пить. Но мои приключения на этом не закончились, потому что лечащий врач мне отказал в продлении больничного. Да, такое тоже бывает. Я развернулась из поликлиники, вышла совершенно в оголтелом состоянии. Точнее сказать, я даже не вышла, а выползла, потому что сил у меня совершенно не было. Было повышенное давление, очень сильное головокружение, сумасшедшее. И, кстати, доктор мне сказал, что это постковидный синдром, который может длиться от 3 месяцев до полугода, поэтому больничный мне не положен. На что я ответила, подождите, у меня же в выписке написано быть на амбулаторном лечении на домашнем режиме под присмотром семейного доктора. Плюньте, разотрите, лекарства эти можете больше не пить. Вам там выписали от давления таблеточки? Вот у вас сейчас повышенное давление. Вот идите домой, выпейте таблеточку, и вам станет легче. Вот такая была отговорка моего доктора. Если у вас есть на меня жалобы, можете писать или можете идти к заведующему отделением. Я спросила, где заведующее отделение, но мне сказали, что доктор в отпуске. И поскольку я была настолько слаба, что у меня мозги вообще не работали, я, знаете, вот как пластинка, которая заела, вот в таком я была состоянии, я, ну да, тогда хорошо. Я все очень спокойно воспринимала. Я вышла из поликлиники, пришла домой, упала на кровать. Совершенно вообще всю эту ситуацию выкинула из головы. Пока месть она до меня дошла, пока месть я осознала, что так не должно быть, что я должна, ну, как-то этому доктору дать понять, что так нельзя поступать с людьми. Вы знаете, я пожаловалась на этого доктора в департамент охраны здоровья. Ну, сейчас все онлайн. Я позвонила в 15.51, подала эту жалобу. И в Хелси написала в электронную эту систему. И, вы знаете, раздался мне звонок, наверное, через неделю заведующей отделением больницы, не больницы, а моей поликлиники. У меня доктор спрашивала, как мое самочувствие, почему так произошло. Я все рассказала честно, как было. Она мне сказала, что, конечно, мой семейный доктор абсолютно неправ, что ему будет предупреждение и выговор, что он будет наказан. И что, если я хочу, то я могу прийти и мне поменять семейного доктора. Ну, собственно говоря, я этого очень хотела, и я уже его поменяла, слава Богу. Когда есть люди, друзья, которые звонят, помогают, когда есть семья, которая переживает за вас, вы знаете, когда вам есть ради чего и ради кого жить, то, наверное, это очень помогает встать на ноги быстро, подняться и вот эти психологические сложные моменты отбросить быстрее, чем вы бы отбросили, если бы вы были в одиночестве. Я очень хочу пожелать вам всем здоровья. И хочу вам сказать, что даже если вы... Ну, тут уже последствия, видите, хриплю. Простите. Я вам хочу сказать, что, конечно, каждый, кто переболел, и кто знает, что это такое, то боится заболеть повторно. Я, естественно, тоже очень боюсь, очень не хочу заболеть повторно. Но хочу вам сказать, что мы вместе сила. Есть такое мнение, что очень скоро это всё закончится. Я очень хочу в это верить. Я очень хочу, чтобы вы все, мы все были живы-здоровы и встречались по хорошим поводам. Ходили в театр, на концерты, без масок. Потому что маски эти так надоели. Если вам понравилось видео, если оно вам помогло немножечко воспрять духом, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что в следующий раз вы ещё увидите очень много интересного. И надеюсь на какую-нибудь творческую тему. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok